Уже 14 лет мужчины ходят, занимаются. Хороший билет, 12-й стол, да? Да, настоящий русский билет. Фрязинский клуб «Активное долголетие» вновь открыл свои двери для представителей старшего поколения. Во время пика пандемии коронавируса учреждение по понятным причинам не работало. Сейчас же в клубе снова функционируют все кружки. Здесь можно заниматься скандинавской ходьбой, танцами, физкультурой, пением, пройти курсы компьютерной грамотности. Глава городского округа Фрязина Дмитрий Воробьев посетил клуб «Активное долголетие» и пообщался с его участниками и педагогами. Люди приходят разных возрастов от 55, и вот у нас старожила есть 85 лет. Она с удовольствием занимается, и все с удовольствием занимаются. И нам на самом деле, мы очень рады, что у нас открыли именно «Активное долголетие», потому что у старшего поколения, я их называю «золотые» они мои, у них очень много появилось возможности изменить свой образ жизни. «Активное долголетие» создано для поддержания активного образа жизни людей старшего возраста, улучшения их психоэмоционального состояния и укрепления здоровья. Все занятия в рамках программы проводятся совершенно бесплатно. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.